Добрый вечер, дорогие мои! Одна из ангелов спрашивает меня, вернее просит меня, скажите об отце Сергии от чистого сердца. Вот как вы от сердца думаете? Я хочу услышать от вас откровенно, и я этому поверю. Но я и до этого говорил от чистого сердца, и даже когда называл то, что происходит, во-первых, его возбешением, во-вторых, грехом, и называл это все вражеским промыслом, я и тогда говорил от чистого сердца, и причем я старался этим все-таки маленечко утихомирить тех, кто против него выступает, или тех, кто его сильно поддерживает. Потому что человека в больном состоянии поддерживать вот в таком состоянии, это все равно, что бередить его болезнь, и еще и усугублять. Если гордыня обуяло, вот без гордости вошел, или, как я вам назвал, без самодурства, то все, кто поддерживает, просто усугубляют положение. Искренне, что может быть, не договорил. Но сейчас уже все об этом пишут. Не договорил то, что все, что было сделано, оно сделано на отступлениях в истине. Вот, можно подивиться этому подвигу, что там храм, пять скитов, там, или еще что-то. Но я видел подвиги не меньше, и восстановление монастырей, и создание реабилитационных центров, и все остальное, с не меньшими затратами, но честные. Но честные. Так как было там сделано, я вам скажу прямо, было сделано с отступлениями. Или на деньги тех, кто по-другому должен был каяться, или, по крайней мере, покаявшись, таким образом отдав эти деньги в церковь, построив все, что там есть, перестать об этом вспоминать, думать, и тем более считать своим. Сейчас мы слышим, что попечения и Тимура Свердловского там, и многих других из этой системы было. И это отступление от того, как это все создавалось. Отец Сергий просто вовремя посидел с нужными людьми, и вовремя оказался в том месте, где эти нужные люди могут купить ему вот такую деятельность. И оказался, с другой стороны, тот епископ, который согласился на все эти покупки. И мы с вами там много слышали скандалов. И мы с вами слышали, что не только значит в этом он замешан, но там и скандальный у вас икон при его отъезде, и скандал с отмыванием денег на уральских самоцветах, можно так далее. Ну, то есть много там всего. И все это маленькие такие отступления, которые в целом привели к такому большому, глобальному, вот такому воспалению, можно так сказать. Тема-то сама была достаточно святая, то есть вот царские мученики, Ганина, Яма, значит, и все остальное. Но ведь именно поэтому она в какой-то степени заглохла, что стали осознавать те, кто эту тему поднимал, что там, извиняюсь, работаешь на бандитов, работаешь. Давайте уж я по-честному скажу, когда эту тему поднимаешь, и в эту тему идут деньги, и в эту тему идут люди, и все остальное. Я понимаю тех, кто поддерживает вот так индивидуально, имея отношение с отцом Сергием, потому что я знаю, как это делается. Как человек, который воспитанный как законниками, как сидельцами, так и положенцами, а может быть и сам положенец, умеет обаять другого человека, умеет с ним поговорить так, чтобы он в него влюбился и так далее. Там же специально отбирают из тысяч, тысяч людей, которые сидят, из миллионов, можно сказать, единицы отбирают, в то время, когда он сидел, это еще была, можно так сказать, государственная деятельность таких людей, выращивали, можно сказать. А то, что он вдруг оказался в этой теме специалист, и на эту тему можно было через него вложиться, ну вот получилось, что смогли, да, вот это сделано. Но везде маленькие отступления, экономическое отступление, идеологическое отступление, то есть я хвалю и царя, и Сталина, соубийцу, этому царю, потому что он был соратник Ленина и все остальное. Какое-то время так это и приписывалось ему, что он уничтожил царскую власть, а не Ленин. Были такие годы, когда и Ленин на втором плане был. В теме с детьми тоже, ну, вплоть идут обвинения уже о педофилии и все остальное, об избиении детей. Ну, это что? Это же все отступление. И вот так помаленьку, 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 вот, и тогда спросим, а где Христос? Вот Христу это нужно было, все вот эти маленькие отступления. Вот эти деньги немеренные, я думаю, что откаты там немеренные были при этих строительствах и выбеление этих денег, то есть из черных и все остальное. Поэтому его жалко. Талант-то у человека был, но он, с одной стороны, вот, в тюрьме полжизни, можно так сказать, провел, если год за два считать. и здесь он получается все сделал безрезультатно, кончится все так, как я думаю. А я думаю, что сам все равно снимут, это практически однозначно. Он ли наговорил это, не он ли. Суд прошел по его фейкам и признал, что он фейки в интернете выставлял 90 тысяч, ему присудили штрафу. так там его адвокат заявил, что он даже не имеет гаджетов, которые можно, через которые закачать это все в YouTube. Он не имеет, значит, возможности все выложить. Он все это говорил не для того, чтобы в сеть пошло. Но я не верю в это. Он что, не видел, что снимают. И больше того, я в его словах видел, что он это смотрит. Потому что он продолжает одно говорить по сравнению с другим. И поэтому жалко, жалко. Тем более земляк, вот он ведь здесь недалеко от нас родился. Но это Господу решать, что благо сейчас. И я думаю, что, конечно, благо оставить ему обитель, благо стереть вот эти все следы того, кто строил на чьи деньги это было сделано, того, кто значит здесь в монастыре навести порядок и всех, кто причастен там к избиению детей, к унижению там этих детей или еще что-то. Всех из монастыря, конечно, надо убрать. Вот. Пусть, если в Ерепенице, просто снять с них рясу и пусть идут куда хотят, если это монахини такие, если такие монахини, которые били детей, я считаю, что с ними надо поступить серьезно. Поступить серьезно. Так что вот это от чистого сердца. Если вы скажете, что что-то я так слишком жестокосердно в данном случае говорю, а что делать? Там дети, там царственные мученики, скоро мы поминать их будем 17-го числа. И как им смотреть в глаза, что на их имени, на их мученичестве такие вещи происходят. Все мученичество получается и все значит их святость перешла в руки одного человека. который считает, что это все его. Он таким образом все это имеет. Нет, нет, нельзя ни их имена пачкать этим грязным делом, ни монашеское звание нельзя пачкать таким делом, ни вообще нашу церковь. Конечно, такими делами, скандалами, такими склоками пачкать нельзя. нельзя. Поэтому те, кто уже пишет, что он святой, он мученик и так далее, они сколько хочешь могут это писать. Для меня лично никогда в такой ситуации человек святым не будет. Я боюсь другого. Я боюсь другого. Я уже в одном месте высказался. как бы он не продолжил такое свое воспаление сознания, что он особый и так далее. И там были примеры, как в таком состоянии люди уходили якобы мученически. То есть они сжигали себя там и сжигание себя считается главным таким признаком особого мученичества. не надо. Отец Сергий не надо. И никто не подталкиваете. Ничего в этом хорошего нет. И у него есть шансы еще можно так сказать начать все сначала. Еще раз покаяться, помолиться и начать все сначала. Все это было от сердца. Как хотите на мое сердце смотрите. Но я говорю чистую правду. Может быть не всю. Люди другие большую знают в этом правду. Я просто не хочу называть всех фамилий, имен и всего, что происходит. Хотя и так все это все называют. Все здоровья всем, радости. Аминь.